здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня я вам расскажу покажу как я вязала вот такие вот тапочки макосинчики я не знаю как их назвать подошву я взяла из старых макосинов которые я уже не носила и приступим к нашей работе так вот такие вот так вот выглядели мои тапочки порванные уже стелечку я убрала тут видно что они без телечки вот эту верхнюю часть я полностью срезала вот она срезанная видно осталось у меня одна подошва стельку я потом вернула на место уже когда все сделала вот она одинокая срезанная видно конечно не срезается полностью чуть-чуть ошметки остались ну так так получилось больше там не срезалась далее шилом я вот так вот наискось как бы я надеюсь вам хорошо видно наискось делала дырочки на расстоянии где-то столбика без накида и вязала по кругу столбиками без накида один ряд вернее ну для начала вот вот они мои дырочки вот так вот постепенно я делала дырки и вязала столбиком без накида что касается не так вам скажу нитки у меня вообще какие-то раритетные хлопок и ниточки я вязала очень тонюсенькие такие так что вы уже приспосабливайтесь я расскажу саму сам принцип а вы уже на своей ниточке приспособитесь потому что сказать я вам не могу так один ряд я по кругу вот проделала дырочки и провязала один ряд столбиком без накида по кругу вот еще видно сбоку как это выглядит далее провязала по кругу 6 рядов столбиком уже когда связала этот первый с дырками потом обычным столбиком здесь эту но как бы завернулась видно но просто вязала тугенько и поэтому она приобрела вот такую вот форму далее видите вот здесь вот я отвернула этот бортик на изнаночную сторону то есть открыла вот этот первый ряд первых столбиков потому что пришивать я детали будут за это этот первый столбик который я вывязывала из дырок основная деталька вот моя основная деталька связана столбиком с накидом вот сам носочек первая часть потом дырочками связана вот здесь вот плохо видно но на самом макосинчике это видно хорошо последний ряд у меня столбик с накидом и ряд столбиков без накида вот она моя схемка я вам сейчас немножечко объясню по добавлениям значит набрала я 12 петель 2 2 столбика воздушных подъема столбик с накидом и из последней воздушной петли 2 столбика с накидом далее 2 она вот это односочная часть тут будет добавление больше чем дальше поэтому вот два столбика ой 2 воздушные петли подъема и из первого же столбика я вывязывала один столбик далее со второго еще два столбика то есть два мы добавили далее просто столбиком с накидом и в конце то же самое то есть добавляем и по 2 петли в начале в конце ряда вот видите из последнего столбика с накидом я вывязала 2 петель тоже 2 далее опять все по по той же схеме по 2 в начале и в конце ряда таким образом я провязала 5 рядов вот это мой носочек где я добавляла в начале в конце по 2 петли по сути она добавлялась и потом уже перешла на этот узор с дырочками то есть это столбик с накидом и воздушная петля в шахматном порядке они расположены добавление у нас пойдут уже другим образом здесь то есть добавлять я буду только в начале каждого ряда вот столбик мой с накидом вас 2 воздушные петли из последнего столбика я как бы по сути если вязать прямое полотно то этот столбик тут лишний начинаем вывязать с этого столбика если бы ровное полотно а я вывязывала и здесь являем по одному из в начале каждого ряда вот здесь у меня два ряда потом еще чуть плюс 14 рядов полностью идентично и в конце столбики с накидом один ряд и два ряда столбиков без накида вот такая вот схемка на эту переднюю часть вот она у меня тут уже дырочки виднее здесь я ее приложила вот в ответ отвернут бортик и я ее приложила к этой носочной части пришивала я вот так вот от центра вот отсюда и поехала вот так бокам и опять от центра и к этому боку и прихват основной детали и за вот этот первый столбик вот как бы здесь то есть бортик я не трогала вот оно в пришитом виде у меня вот видно что бортик отвернут носочная часть пришита далее нам нужно измерить вот это расстояние вот и по не по этому измерению минус там пару сантиметров потому что деталька нам должна быть в натяжку я связала сначала такую гладкую но пятка вываливалась и не облегала пяточку поэтому в натяжку вяжем детальку вот кстати вот сбоку видно как пришита видите отвернут бортик и пришита это насочная часть вот когда бортик отвернула я на лице ну как бы на свое место он вот так вот он выглядит вот эту часть мы измеряем от минусом где тут где-то пару сантиметров и вяжем нашу заднюю часть вот такой прямоугольничек простой первый ряд столбик с накидом потом наш узор дырочками и далее по моему три ряда сейчас я вам схемку покажу до три ряда столбиком без накида вот моя схемка то есть тут у вас петли будут я просто на нарисовала ну как бы схемочку а вы рядов а вы длину уже определите сами вот вложила сюда тут видно и вот эти краешки немножечко их пододвиньте под носовую часть как бы носовую эту детальку чтобы она перекрывала далее я вам будет видно вы поймете вот точно также запад первый столбик с накидом я это все дело пришила и вот здесь вот в районе пяточки прям видно что я его натянула саму детальку чтобы она потом хорошо от эта часть облегала пяточку и хорошо держалась на ноге и в завершающий этап вот зафиксировала подложила я этот прямоугольничек под эту детальку вот здесь вот тут просто вот я ее с изнанки как бы подложила там на пол сантиметра как бы зазор и вот так вот еще пришила зафиксировала эти боковушки и иголочкой уже отвернула этот бортик и пришила бортик по верху по кругу вот так вот 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 здесь вот на этих фотографиях дырочки видно хорошо фотографировала на ноге вот видите сама на себе очень неудобно фотографировать так что вы уж простите как как смогла сама вот такой вот макосинчик у меня получился могу сказать хожу я в них уже несколько дней очень удобно приятно вообще бесподобно я вам скажу вот он сверху вид сверху конечно прошу прощения за фотографии качества но по-другому у меня не получилось видео а донести до вас мне очень хотелось потому что вязала обувь первый раз это в зеркало фотографировала точек тоже очень плохо видно но я же говорю очень удобно правда вот если есть что-то старенькое какие-то обувка которую можно использовать подошву просто на первый раз просто попробовать вот на стульчике сфотографировала тут видно дырочки вот но в принципе девчонки все все я вам рассказала это был мой первый обувь опыт вязания обуви надеюсь вам понравилось кому-то будет полезным это видео всем спасибо за внимание за просмотр за лайки с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока пока